Итак, хочу показать вам сейчас очень интересный момент. Один в бою на борще. Итак, попадался я на поле, помог мне СТ наш с двумя тяжами. Мы их зафигачили. И вот наши, слившись на другом фланге, против тоже четырех всего лишь противников, пишет мне, значит, защитник, который, кстати, всего лишь тысячу настрелял за щекан хренов. Борщ, сука, дно. Но, вот, после этого слегка дезморалит, конечно, и приходится мне на ходу, пытаясь приехать туда разобраться, что-то ему отвечать, потому что, ну, козлина, как так можно? Пишет он мне тут, днарь хренов, я сразу бомбанул слегка. Ну и вот приезжаю я, короче, пока доехал последнего нашего, забирают, встаю, видел, что они все шотные, тут затащить плевое дело, по идее. Стою, жду, выезжает их защитник, я его убиваю, и дальше начинаются чудеса Made in Wargaming. Вот эта жидкая картошка меня просто пипец как достала. Я засветился, конечно. Подъезжаю и ловлю очень серьезное попадание, почти на фулл-хп, фугасом. Кто стрельнул, откуда, не показывает. Не засветился соперник, стрельнув в меня буквально с 30 метров. При том, что Wargaming официально заявляет, есть такое понятие, как рентген, даже через дома противник виден, если он ближе 50 метров. Тут, я вас уверяю, он будет ближе. Я офигеваю, думал, что снаряд прилетел, значит, откуда-то подальше. Возможно, там, хотя, помню, что вроде рядом стоял соперник. И вот, думал, может, оттуда, откуда, не знаю, стоять на месте не хотелось, второй шот получать. Думаю, ну, спрячусь куда-нибудь вот за том дом. Заезжаю сюда, и вижу, что он вот здесь стоит, оказывается, прямо вот рядом. Но засветился он только в тот момент, когда я уже плотную, чуть ли не носом, в него уперся. И это, конечно, трюндец, товарищи. Как механизм этот работает, я не знаю, но так быть не должно. Танки здесь светятся даже сквозь здания всегда и постоянно. Может, у него маскировка прокачана, может, у него даже сетка стоит. Это всё-таки ПТ-шка, 30-й. Да, если он будет стоять на... Только он же двигался, он отъехал назад после того, как меня стрельнул. Почему он не засветился, ребят? Wargaming, это что за жидкий кал, блин, он нам подсовывает? Почему я должен сливаться из-за такой нелепой блевотни? Как меня эта игра порой убивает, это просто невозможно. Ну, естественно, пока я очень долгий свой пушкан разворачивал, он меня добивает. Дурацкий слив, совершенно дебильный. И за щекан этот, который меня подобосрал, и то, что не засветился враг здесь, и то, что они слились на этом фланге, по-тупому все с двумя тычками, ну, просто ещё подсирают. Ну, как это возможно? Так обидно, да ужасно. Играешь в игру, которая тебя макает мордой в говно, ну, через бой на третий точно. Ну, хотя, с другой стороны, конкурентов нет, игра хорошая. Вот, нету конкурентов, всё равно. Странно, конечно, такое говорить, но это говно, оно лучшее на данный момент. Среди всего остального, просто на голову, к сожалению. Но вместо того, чтобы доработать игру, довести её до ума, Wargaming вводит всякие плюшечки, детальки, ивенты, оборудку, которую нужно платить. Башлять деньги, донатить, донатить, донатить. Вместо того, чтобы починить баланс, вместо того, чтобы сделать донных игроков, которые ничего не делают в бою, как-то отделить их в отдельную лигу, что ли. Не давать им идти выше третьего, четвёртого уровня. Нет. Мы вводим оборудку, мы вводим сказочные танки, мы вводим какую-нибудь ещё немыслимую 3 валюты, 4 валюты, 5 валют. На каждый ивент свою, бредный, сумасшедший. Пишите ваше мнение в комментариях. Всем спасибо за внимание. Слегка выговорился. Да, не на том, что здесь. Слегка выговорился. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...